По данным Всемирной Организации Здравоохранения, одна из семи смертей происходит из-за рака. Причем в более развитых странах это соотношение еще печальнее, где-то один к трем. Что мы можем сделать по этому поводу? Десять лет назад завершился грандиозный научный проект. Он длился 13 лет, стоил 3 миллиарда долларов, а в итоговую публикацию в журнале Science вошло 274 автора, и эта публикация стала наиболее цитируемой в данной области. Этот проект был посвящен чтению трех миллиардов букв из генома человека. Это буквы А, С, Г и Т. А также выявлению 20-25 тысяч функциональных элементов в геноме человека. Проект, как я сказал, занял очень много научных лабораторий по всему миру и стал таким действующим мотиватором для дальнейших исследований в биологии и медицине. И за последние десятилетия, в том числе благодаря тому, что последовательность генома человека стала известна, произошли грандиозные открытия и удалось лечить многие наследственные заболевания, в том числе некоторые виды рака. Разработка лекарств вышла на новый технологический уровень, а биология стала наукой об информации. Но 3 миллиарда долларов за 3 миллиарда букв, то есть 1 доллар за букву, не слишком ли это дорого для проекта? Да, это дорого. Но за те 13 лет, когда выполнялся проект, стоимость чтения этих букв снизилась в 100 раз. Это и дало возможность завершить этот проект. Иначе он стоил бы 300 миллиардов. И за последние десятилетия, прошедшие с тех пор, стоимость снизилась в миллион раз. Это сложно представить, но сейчас за 1 доллар вы можете прочитать миллион букв из своего генома. И, например, в Соединенных Штатах создаются компании, которые предоставляют этот сервис любым желающим. Можно за 3-4 тысячи долларов определить свой личный геном. Но, несмотря на то, что геном определить можно, существует еще ряд проблем. Одна из них — это функциональная значимость этих букв в геноме. Потому что до сих пор 90% ДНК называют мусорным. Ученые просто не знают, какой смысл они несут. И каждый год этот процент уменьшается, ученые узнают, что же значат все-таки эти буковки. Но до сих пор это является открытой проблемой. Вторая открытая задача — это компьютерный анализ, вычислительный анализ полученных данных. Технологически невозможно буквы за буквы прочитать все 3 миллиарда символов из генома. Биотехнологическая машина, так называемый секвенатор, производит маленькие фрагменты длиной 100-150 букв. Случайные фрагменты из случайных мест генома и со случайными ошибками. И компьютерный анализ заключается в том, что необходимо находить перекрытия в этих фрагментах, по достоверным перекрытиям их продолжать, и таким образом находить большие куски из исходного генома, который вы пытаетесь определить. Для этого нужно очень много генетического материала изначально. Нужно миллионы копий ДНК, одинакого ДНК, чтобы достоверно из них породить много маленьких фрагментов и иметь эти перекрытия. И третья проблема, соответственно, это то, что бывает, что генетического материала не так много. Иногда у вас есть одна клетка, из которой вам хочется прочитать геном. Но сделать это такими стандартными методами невозможно. К решению данной проблемы приблизились ученые из Института Крагавентера в Соединенных Штатах, они изобрели метод искусственного умножения генетического материала из одной клетки. То есть можно взять одно ДНК и искусственно скопировать его миллионы и миллионы раз. До этого были похожие технологии, но они все требовали какое-то знание о исходном ДНК. А когда у вас есть просто неизвестная клетка, и вам хочется определить, что же там находится, это стало возможным только недавно. Что же это дает? Зачем это нужно? Вот у всех, наверное, вопрос здесь такой. Это, во-первых, нужно для определения геномов раковых клеток. Рак начинается с одной мутации, либо с маленького количества мутаций. И раковая опухоль, по сути, представляет из себя скопление клеток с разными геномами, которые мутируют и бесконтрольно размножаются внутри вашего тела. И представляет из себя потом опухоль. Поэтому, если взять миллион клеток из ракового опухоли, во-первых, у них будет разный геном, во-вторых, они будут перемешаны с вашими обычными клетками, и у них будет ваш обычный геном. И определить природу этого рака, какая действительно мутация привела к его развитию, и как он развивался, и из-за чего он стал, например, злокачественным, это невозможно стандартными методами. В начале этого года ученые из крупнейшего геномного института, который расположен в Пекине, определили несколько десятков единичных клеток из раковой опухоли, и таким образом поняли, откуда она возникла. Это всего один вид рака, раков очень много, но для этого конкретного вида рака они поняли, откуда он произошел, и приблизились к возможности его лечения. Другой возможный способ применения, и очень актуальный сейчас, это определение бактерий, живущих в нашем организме. В каждом из нас в 10 раз больше клеток бактерий, чем человеческих клеток. И они очень разнообразны. Человеческие клетки у нас всех содержат один и тот же геном, а бактерий — тысячи разных видов. И невозможно в одном месте найти миллион одинаковых бактерий. Поэтому, чтобы определить, какие же это бактерии, какие функции они выполняют, мы можем взять только одну клетку и выделить ее из организма. А если взять миллион, они окажутся все разные, и получится средний геном бактерий, который никакой новой информации нам не даст, потому что мы и так знаем в среднем, как любая бактерия выглядит. Аналогичные исследования полезны для изучения любых микроорганизмов, живущих в сбалансированных экосистемах, например, в почве и даже на дне Марианской впадины, куда в марте опускался Джеймс Кэмерон, чтобы собрать биологические материалы, как раз для такого анализа. И несмотря на то, что биологи придумали искусственный метод умножения генетического материала, до сих пор остается много вычислительных проблем. Помните, я говорил о том, что нужно искать перекрытие и по ним собирать геном? Из маленьких кусочков собирать все 3 миллиарда букв, либо в зависимости от длины генома. При искусственном копировании ДНК из одной клетки оно происходит очень неравномерно. И в итоге получаются кусочки очень неравномерно из генома, что не дает полной уверенности, например, в перекрытиях. И таким образом нужно и больше кусочков, и какие-то более сложные алгоритмы и методы анализа данных. Но прогресс не стоит на месте. Биотехнологии развиваются, и методы обработки данных развиваются. Чтение ДНК становится дешевле, чтение фрагментов ДНК становится дешевле, и эти фрагменты удлиняются постоянно. За последние несколько лет они увеличились с 30 до почти 150 длиной. Компьютеры становятся мощнее, поэтому обрабатывать данные даже на новых компьютерах становится лучше. Методы анализа данных становятся эффективнее. И лет через 10, приходя в больницу, врач будет ставить вам диагноз, смотря на ваш личный геном. И лечить вас он будет благодаря результатам, которые получены благодаря технологии и возможности читать геномы из одной клетки. И мы над этим работаем. Спасибо. Спасибо.